Добрый вечер, уважаемые телезрители Живого Телевидения. Мы начинаем новую трансляцию программы «Анекдоты» в студии ведущей Юрии Проскуряков. Сегодня у нас, как всегда, традиционно в гостях Александр Ефимович Акселерот. Здравствуйте, Александр Ефимович. Здравствуйте. Сегодня у нас такая, в принципе, простая очень тема анекдотов, которую мы наблюдаем всякий раз, как только кто-нибудь в компании начинает рассказывать анекдоты. Что при этом происходит, наверное, вы объясните телезрители. Да, с удовольствием. Сегодня мы с вами увидим, как это происходит в жизни, когда один анекдот вызывает воспоминания о другом анекдоте, этот тянет третий, и пошла цепочка анекдотов. Готовясь к программам, к передачам, я сделал впервые в жизни такой интересный эксперимент. Я стал носить блокнотик, и как только мне в голову приходил анекдот, я его тут же записывал. И что оказалось? Оказывается, у любого человека постоянно всплывают анекдоты, ну, всплыли и уплыли, как говорится, да, и он их забывает. Но если вы, уважаемые зрители и слушатели, проведете такой эксперимент, единственное условие, нужно блокнотик носить с собой постоянно вместе с карандашиком. Постоянно ничего невозможно делать. Его можно примотать скотчем, кнопочкой к руке, да, к ноге, ну, кому как больше нравится. То есть иметь постоянно, то есть вот возник и тут же зафиксировал. И вы поразитесь, как много вы помните. Потому что многие говорят, да я их не помню, я их не помню. А вот по ассоциации они всплывают постоянно. Что мы сегодня и попробуем увидеть. И анекдот, с которого я решил начать, следующий. Почему я решил с него начать? В знак уважения к нашему ведущему Юрию Проскурякову. Поскольку я говорил на первом нашем сборище, заседании. 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 Анекдотическом заседании. Анекдотическом заседании. На первой программе. Юра обладатель диплома Международного фонда признания гения при жизни. Он гений в области концептуальной прозы. Именно поэтому, в знак уважения к Юрию, я решил начать с концептуального анекдота, который мне очень нравится. Спасибо. Приходит человек в овощной магазин и говорит продавцу, скажите, пожалуйста, у вас есть морковка? Он говорит, есть. Тогда, пожалуйста, нарежьте мне ее вот так, а потом вот так. Ну, она удивилась, нарезала. Он берет два кусочка, тщательно вставляет в уши и уходит. Продавщица в недоумении. Он приходит на следующий день и говорит, здравствуйте, у вас есть морковка? Он говорит, есть. Пожалуйста, нарежьте мне ее вот так, а потом вот так. Но она еще более удивлена, нарезала. Он берет два кусочка, вставляет в уши и уходит. Приходит на следующий день и говорит, здравствуйте, у вас есть морковка? Ну, ее так разобрала ситуация. Она говорит, нету, это свекла, это свекла есть. Тогда нарежьте мне ее, пожалуйста, вот так, а потом вот так. Но она ничего не понимая, режет ему свеклу. Он берет два кусочка и она не выдерживает и в сердцах ему говорит, ну что вы всякую гадость в уши засовываете? И он отвечает, а что, есть морковка? Ну да. Теперь, сейчас мы пойдем по ассоциативной цепочке. Но перед этим я в двух словах объясню, что такое вообще ассоциация. Значит, вообще, что такое работа человеческого мозга, по сути? Когда рождается младенец, у него уже есть специализированные группы нейронов, то есть клеток мозга, которые распознают элементы изображения, элементы звука, элементы тактильных ощущений, то есть то, что мы на ощупь пробуем. Что это значит? Есть специальные группы нейронов, которые распознают линии под таким углом. Есть группы нейронов. Слушай, вы не путаете младенца с компьютером? Нет, в том-то и дело, как мудра природа сделала, что вначале он лицо матери узнает по элементам. Нет, по элементам. То есть время распознавания определенное. Потом, когда у него между группами нейронов образовались связи, он узнает образ в целом за время распознавания одного элемента. И он сам об этом сообщает? Нет. Это было проверено на экспериментах над младенцами. Я верю. Христианскими забитами. Это была шутка. Мрачная вообще. По-моему, очень веселая. Это же наука, это торжество и я. Да. Идем дальше. И вот эти вот образы касаются всего. Зрительных, слуховых, то есть звуки определенной частоты, сочетания. К чему я так подробно? У нас физически имеются связи между группами нейронов, ответственных за определенные понятия, за смыслы. И вот когда я рассказал анекдот про морковку и про свеклу, о чем мы говорили? Про овощи, про продавщицу, про мужика, который. И вот по разным направлениям уже пошли ассоциации. Ну, например, кто кушает морковку? Кролики. Вот анекдот про кролика. Интересно. О котором мы говорили уже. Ну, я напомню. Приходит кролик, продавщица и спрашивает, есть ли у вас морковка. Нет. Это новый анекдот. Да-да. И что? Анекдот – это когда жена, вдова, захотела пообщаться с мужем. Ну, я напомню. Вдова захотела пообщаться с покойным мужем. Нашла человека, который разбирается в спириутализме. Нет, в спиритизме. Да. В спиритизме, так точнее. Заплатила ему за сеанс спиритический. И пришла, он взял там блюдечко, как у них полагается, столик и вышел на связь. И она ему говорит, Джон, Джон, это ты? Да, Мэри, это я. Ну, как ты там, Джон? Он говорит, ну, хорошо. Ну, а чем ты там занимаешься, Джон? Ну, как говори, чем? Утром нас будут, кормят. Потом у нас половые сношения. Потом мы спим до второго завтрака. Потом кушаем. Отдыхаем после завтрака второго. Спим до обеда. Потом обед, половые сношения. Отдых, полдник, половые сношения. Ужин. Потом уже такие тщательные, длительные половые сношения. И до утра мы спим, отдыхаем. Говорит, Джон, так хорошо в раю. Какой рай, Мэри, я кролик в штате Кентукки. Да, да. Кстати, про кролика. Знаете, вот я это часто наблюдаю. Ну, например, в метро. Вот неожиданно вдруг один человек какой-то, который стоит и, казалось бы, мирно куда-то едет, вдруг говорит, ну, вот приблизительно так. И это, я понимаю, что он вспомнил какой-то анекдот. Но даже не произнеся его, я вижу, что рядом стоящий человек тоже очень саркастически усмехнулся, повернувшись к нему. Но при этом не удержался и тоже сказал, что типа ха-ха. И тот, который стоял напротив него, увидев эту картину, понимая, что они вспомнили интересные анекдоты, он тоже сделал то же самое. И почему-то доктора говорят, что это какой-то массовый психоз смеха или что-то в таком роде. Это неправильно. Дело в том, что вы совершенно правы. И анекдоты возникают в сознании людей и цепляются друг за друга, даже если они их не помнят. Это не просто явление индивидуальное, но общественное. Но у вас это индивидуальное явление, я вас прошу продолжить. Да. Штат Кентукки напомнил про Америку. А Америка, если вы помните, то есть на каждый раз, я говорю фразу, как было при советской власти, а вы мне говорите, ничего не изменилось. И я, в конце концов, соглашаюсь. Но если вы помните, много лет назад рекламы как таковой не было. Ну, было летайте самолетами аэрофлота и храните деньги в сберегательной кассе. На этом практически реклама кончалась. Не было этих рекламных пауз. И в то время бытовал такой... А как-то у нас была реклама коммунизма. Это был пиар. Это была не реклама. Это был пиар. Итак, анекдот бытовал такой. То есть рекламы не было, а анекдот был такой. И он был этим смешон, поскольку рекламы не было. Сейчас мы проверим на наших зрителях, будет ли он смешон им. Анекдот был такой. Америка. Небольшой городишко, то есть совсем небольшой городишко, в котором одна гостиница, в которой один номер. И вот туда приезжает три молодых, красивых, сильных ковбоя. И говорят, мы хотим у вас приночевать. Мы говорим, пожалуйста, вот есть номер. И они поселились. Вслед за ними приезжают три молодые, красивые леди. И говорят, вот мы хотим у вас приночевать. Пожалуйста, только вот в этом номере уже поселились три молодых, красивых, сильных ковбоя. Ничего, говорят, три молодые, красивые леди. Они нам не помешают. И тоже поселились. Следом подъезжают три скромные монашки. И говорят, мы вот хотим у вас приночевать. Да, пожалуйста, говорят, у нас есть номер. Правда, там уже поселились три молодых, сильных, красивых ковбоя. И три молодых, красивых леди. Да ну что вы говорят, три скромных монашки. Мы им не помешаем. И тоже поселились. В последнем подъезжает старичок и говорит, я хотел бы у вас приночевать. Короче, он селится в тот же самый номер со словами «Они мне не помешают». На утро из номера выходят три довольных, молодых, красивых, сильных ковбоев, подходят к стойке, заказывают по стакану Кока-Колы и уезжают. Следом выходят три молодых, красивых, довольных леди, заказывают по стакану Кока-Колы, выпивают и уезжают. Затем выходят три смущенных, скромных монашки. Также выпивают по стакану Кока-Колы и уезжают. Последним выходит старичок. Он невозмутимо выпивает стакан томатного сока и уезжает. Отсюда вывод. 90% населения Америки предпочитают томатному соку Кока-Коловый лимонад. Ну да, конечно. Что тут и говорить. Вот вы пока мне рассказывали, тут появляются такие доминанты. Но сначала появился, конечно, ковбой, потом появились очаровательные леди, потом появились монашки, потом появился старичок. Про всех этих персонажей существуют анекдоты. И мне сразу же вспомнился анекдот, который использует, про ковбоя, который используют для обучения бизнесу. Как правильно вести бизнес. Вот ковбой заходит в бар и говорит бармену, а это прямо в руководствах по бизнесу есть. Дайте мне, пожалуйста, вот тот лимон за доллар. Бармен говорит, пожалуйста, снимает лимон, дает ковбою. Ковбой его рассматривает тщательно, после говорит, нет, вы знаете, я придумал. Возьмите свой лимон и поменяйте мне его, пожалуйста, на рюмку виски за доллар. Бармен говорит, пожалуйста, ставит лимон на место, наливает рюмку виски. Ковбой ее выпивает, она направляется к выходу. Бармен, естественно, говорит, вы не заплатили за виски. Ковбой поворачивается и говорит, я же у вас его поменял на лимон. Он говорит, ну за лимон вы тоже не платили. Он говорит, ну я его и не ел, вон он у вас. Приходит жена домой и говорит мужу, который читает газету. Я вас избился с ассоциацией? Нет, наоборот, наоборот, направил. Меня в подъезде трое изнасиловали, он молчит, читает газету. Ты что, не слышишь, что я тебе говорю? Он молчит. Я тебе сказал, а меня в подъезде трое изнасиловали. И он ей не возмутил, он говорит, съешь лимон. А что, помогает? Нет, чтобы морда такая довольная не была. Да, это отвратительный анекдот. Совершенно неправильный. Но их очень много таких. Про мужей, например, из той же серии. Вот супружеская пара, да, взаимоотношения. Целый такой пласт ассоциативный. Приходит муж домой. Я его слышал в версии шахтер, не знаю почему. Вообще это касается, по-моему, представителя теоретически любой профессии. Ну что вы, не может такое быть, что и депутата, например. Про депутата будет другое. Ну хорошо. Вы как-то бы общаетесь. Многие могут обидеться. Потому что тот, который я скажу про депутата, сложно представить про шахтер. А тот, ну, пусть шахтер. Хотя, я общался на заре капитализма в России с одним физиком. Он закончил физтех и ушел в шахтеры. Подождите, как-то вы так... Прыгаю, да? Это и есть ассоциатива. Депутатскую неприкосновенность вы что, не признаете, что ли? Я признаю, она нужна. А, хорошо. Вот об этом и будет у него. Так вот. Звонит в дверь и думает. Сейчас сразу дверь не откроет, дам в морду. Мгновенно открывается дверь. Он еще больше насупился и думает. Сейчас пальто с меня не снимет, дам в морду. Она снимает с него пальто. Он еще больше звереет и думает про себя. Сейчас зайду, стол не накрыт, дам в морду. Заходит, все стоит, приборы, кастрюлька накрытая крышечкой, тарелочка накрытая крышечкой. То есть, все уже готово. Он садится и думает. Сейчас борща не нальет, дам в морду. Наливает борщ. Он съедает борщ, еще больше звереет. она не думает сейчас котлеты не даст дам в морду раз ему горящие котлеты картошечку он съел и думать сейчас компот не поставит ставит компот когда в за что милый знал бы за что убил бы да а вот про другую профессию про депутата депутат вбегает и кричит быстрее так быстрее так хочу как быстро быстро не быстро нести указывает жена мигом ванну возвращается бежит с тазом и он не говорит абсолютно спокойно значит так концепция изменилась я у как уж вы на шахтера это не расскажешь ну почему он не оперирует словом концепции да а по поводу оперирует есть такой агитеты на том свете двое решили выпить и ждут 3 появляется третий ним в свою петь будешь 3 буду три этим будешь буду дали ему стакан только начали разливать он исчез они оглядываются что случилось он опять появляется слушать и приборда буду-буду подставляют стакан ему наливают только чего cuan исчезает он опять слушать ты будешь да буду-будук چокнулись в он опять исчез. Да что за ерунда? Опять появляется. Слушай, ты прекрати выпендриваться. Говорит, ребята, это не я выпендриваюсь, это практиканты в реанимации. Медицинских много. Печатных анекдотов. Да. И вот преподаватель медицинского вуза приходит утром в мединститут и видит вахтёвши какие-то заплаканные. Говорит, да что случилось? Грановский умер. Но он ничего не понял. Идёт читать лекцию. Все студентки заплаканы. И шушукаются, что Грановский умер. Но он не знает, кто это. День развивается. Все женщины в институте заплаканы. В конце дня он заходит в анатомичку и видит труп мужчины с огромным членом. Просто каким-то таким невообразимо огромным. И он думает, дай-ка я покажу своей супруге, чего в природе не бывает. Отрезал, положил в портфель. Приходит домой и как-то забылось. Пошёл умываться. Она разбирает портфель, достаёт баночки, которые она ему давала с обеда. И вдруг он слышит вопль. О! Грановский умер! Да, действительно. Я не понимаю, почему так много всевозможных анекдотов про преподавателя. Возможно, насилие над личностью, которое преподаватель так или иначе невольно или вольно осуществляет над студентом, порождает вот такого рода протест. Ну вот как, например, на любом заводе можно прийти в заводской туалет и увидеть, что такое надпись типа «Мастер», «Дурак», «Идиот» и все остальные, что к нему прилагается. Это обычно происходит после того, как мастер сделал соответствующее внушение. А вот анекдоты, которые связаны со студентами, они, как правило, носят какой-то тоже концептуальный характер. Все у нас крутится вокруг концепции. Ну вот, наверное, вы знаете этот анекдот, да? Когда студент задает экзамен и профессор задает ему вопрос. Ну, чем чем меряется там, предположим, сила тока? Значит, студент эмперметр, говорит. Профессор Правильно. Тогда он говорит, ну, а скажите, а чем меряется напряжение? Студент напряжометр. Профессор Правильно. Я думаю, дело в том, что студенты чем занимаются? Обучаются, да? А любое образование, оно все-таки развивает вот эти вот структуры и... Нейронные структуры в мозге. И все-таки, если взять количество остроумных студентов, вот плотность, да? По отношению к остроумным профессорам? Нет, к населению вообще, то оно будет побольше, поскольку образование, оно всегда усиливает. Усиливает, да. И иллюстрацией этого является следующий анекдот. Профессор говорит студенту, ну, вы ну совсем ничего не знаете, ну, вы вообще ничего не знаете, ну, единственное, что я могу сделать, я вам просто дам вопрос, который никакого отношения к теме не имеет, но он просто вот на развитие мышления, на ваше остроумие. В конце концов, хоть что-нибудь, чтобы вы ответили. Как вбить в доску дождевого червяка? Да это же элементарно. Как это элементарно? Вы берете червяка, опускаете его в эпоксидку, вынимаете, ждете, когда он засохнет и вбиваете. Разумался. Ну, хорошо, ставлю вам удовлетворительно. На следующий день профессор встречает этого студента, говорит, так, давайте вашу зачетку, зачем? Давайте, давайте. Он дает, он зачеркивает удовлетворительно, пишет сверху отлично, достает шоколадку и говорит, а это вам от моей жены. Существуют совсем простые анекдоты на тему всевозможных судебческих похождений. Типа, ну вот студент подходит к столу, где разложены билеты экзаменационные, поворачивает билет, вот так, смотрит, мгновенно снова его кладет, поворачивает, второй, смотрит, мгновенно кладет, берет, третий смотрит, кладет, пятый кладет, шестой кладет, все смотрят, кладет, и это очень быстро все делает. и на него с любопытством смотрит профессор и говорит, так, студент, где ваша защетка? Тот с очень грустным лицом вынимает защетку и так скромно ее подвигает профессор. Тот размашенно ставит три балла. Все студенты в недоумении, которые ждут экзамена, и один так шепотом говорит, что что? А он говорит, если он что-то ищет, он что-то знает. Хорошо. Это очень хорошо, это очень глубокие негативы. А вот в школе, переход, да, от вуза к школе, появился новый мальчик, и учитель вызывает в школу его маму и очень гневно говорит, да что же это такое творится с вашим сыном? Как только он пришел, он мне срывает все уроки. Я его спрашиваю, какая твоя фамилия? А он мне говорит, Штирлиц, весь класс смеется, я ничего не могу делать. И так каждый день. В конце концов, как ваша фамилия? И мама с болью говорит, да мюллеры мы, мюллеры. А поскольку мы затрагивали тему Штирлица в первых наших беседах, да? То по ассоциации с первыми беседами? Возник тот же Штирлиц из прошлого анекдота. Это прямая ассоциация. Конечно. И в начале, это потом анекдоты пошли такие на игру словами, типа «Голубые ели». Да. А в начале эти анекдоты копировали стилистику фильма. То есть, один такой классический анекдот был следующий. Мюллер спрашивает Штирлица. Штирлиц, сколько будет дважды два? Голос Капеляна из-за кадра. Штирлиц знал, что дважды два будет четыре. Но он не знал, знает ли об этом Мюллер. Вот. Были именно такие красивые анекдоты. от Штирлица. Хотел сказать, мы переходим к анекдоту. Это невозможно. Слишком серьезная тема. Штирлиц или анекдоты? Анекдоты, конечно. Нет, мы говорим про ассоциации. Дальше пошли такие. Штирлиц открыл сейф и достал записку Мюллера. Мюллер плакал, кричал и сопротивлялся. Как-то этот фильм по непонятной причине породил анекдотов даже больше, чем фильм Чапаев. Да. Хотя фильм Чапаев породил просто невероятное количество анекдотов. Превосходящее количество анекдотов, порожденных поручиком Ржевским. Который сам по себе породил несчислимое количество анекдотов. Гораздо превосходящее количество анекдотов, которые породил своей деятельностью Никита Сергеевича Хрущева. Вот мне вспоминается такой анекдот опять же про студента. когда это по той же самой ассоциации со студентами, когда студент готовится к экзаменам по истории партии. Ну, в советское время, естественно. А может быть и сейчас еще неизвестно, как будет выглядеть эта история через каких-нибудь два-три-четыре года. Партия уже есть. Да, партия уже есть. Ну, так вот. И не одна к тому же. И вот он готовится к экзамену по истории партии и видит в вопросах такой вопрос, в списке вопросов Никита Сергеевич Хрущев, его жизнь, деятельность и тому прочее. И он просто не может ума приложить, значит, это 2015 год, и он не может вспомнить, он не только не помнит Хрущева, он даже Ленина не помнит, и не может вспомнить, кто это. Тогда он начинает смотреть источники, первоисточники, нигде не находит такого имени. И решает посмотреть в большой советской энциклопедии, поскольку в этом труде есть практически все, что по поводу чего можно задать тот или иной вопрос. И действительно находит. Вот Никита Сергеевич Хрущев состоял во главе коммунистической партии Советского Союза, родился тогда, тогда состоял там и прочее. И характеристика, краткая, значит, социалист-юморист жил в эпоху Ракадия Райкина. Возвращаясь к стилистике фильма по той же ассоциации, когда вышел фильм очень хороший «Место встречи изменить нельзя», вот когда народ полюбляет, скажем так, героев, он что-то про них начинает, то есть они живут в его... В это к любви относятся. Анекдоты к любви, колбоку Райкина Ржевского полюбили. Ну да, люди зашел и радуются, ну конечно, полюбили. Тем более, что он провел всего дверью организации. То есть их тоже было много, вот один из них, идут Шарапов и Жеглов по улице. И Жеглов говорит, смотри, Шарапов, крокодил летит. Он говорит, да он, тот задрал голову, идет, идет, идет и проваливается в открытый канализационный люк. Вылаживает весь, отряхивается очень, обиженный, недовольный, говорит, ну зачем ты, Жеглов, так нехорошо пошутил надо мной? И тот ему говорит, запомни Шарапов первую заповедь Жеглова, крокодилы не летают. Да, да. Вот. Что правда, то правда, тут трудно возрисовать. А возвращаясь народной любовь к народной любви к поручу Кружевскому, я рискнул мягко, но с риском быть не одобренным прекрасной половиной слушательниц, то есть он немного фривольный анекдот. Немного, вы обещаете? Вот я и думаю, насколько. Ну, пока не расскажешь, не узнаешь. Кстати, хотелось бы иметь обратную связь с нашими слушателями. Короче, если хотя бы в виде писем, да, если кому-то не понравится, так и скажите. Интересно, какой процент, который мне понравится? То есть, мужчины его встречают на ура, женщинам, я его просто никогда до этого не рассказывал. Да, любопытный эксперимент. Может быть, никогда и вообще больше не будете рассказывать. Если скажут, что не надо, я надолго задумался. Ну, на самом деле, он очень про поручик Оржевского, очень про поручик Оржевского. Я рискнул. Собственно, неприличных слов тут не будет, но он передает суть, вот вообще, темы анекдотов про поручик Оржевского. То есть, есть гораздо более грубые. Гусары в одном полку заскучали и вспомнили, что недавно к ним был переведен поручик Оржевский. И они радостно кинулись к нему. Поручик Оржевский, а как же у вас в полку развлекались гусары, расскажите? Ой, ну что вы, господа, сказал поручик Оржевский, это настолько долго и требует таких больших затрат и временных, и материальных, что вы, пожалуй, не заходите. Да ну что вы, поручик, сказали ему гусары, мы сделаем абсолютно все, что вы скажете, только расскажите нам. Ну хорошо, сказал поручик Оржевский. Для этого развлечения потребуется 12 ящиков шампанского, царский золотой, ослепительной красоты обнаженная дама, ванна полная льда, портрет государя императора в полный рост при полном параде, щипцы с длинными ручками, соленый огурец. Ну они удивились, но все, что он сказал, собрали. А что же дальше, поручик, что же дальше? Ну что же, в зале вешаем на стену портрет государя императора в полный рост при полном параде. Посреди залы ставим, а, я еще не сказал, большой бильярдный стол, ставим большой бильярдный стол. В ванну полную льда выливаем 12 ящиков шампанского, туда же бросаем царский золотой. На стол кладем ослепительной красоты обнаженную даму, вставляем ей соленый огурец, щипцами с длинными ручками вынимаем хорошо охлажденный царский золотой, бросаем его на пупок ослепительной красоты дамы, и она должна огурцом попасть в кокарду на портрете государя императора. Да, да, конечно. Не всем понравится, да? Ну, я не знаю, фантастические, это к разряду фантастических относится, как фантастические вполне приемлемо. Но мне почему-то вот ассоциация бывает совершенно непонятная, но она, я понимаю, что присутствует, поскольку ассоциация это основной тип создания мыслей в голове двуногих существ, и вот у меня, как у существа двуногого, появилась некая ассоциация, совершенно непонятная мне, почему она мне пришла в голову. стройплощадка, сидят трое строителей, обеденный перерыв, развертывают свои, значит, обеды, которые бутерброды, там режут помидоры и огурцы, а вот из-за огурцов, вероятно, режут помидоры и огурцы, нашли, да, и вынимают какую-то канистру с денатурата, и, значит, разливают, выпивают, и начинают закусывать. Потом один из них говорит тому, который разливал, Василий, ты разливай быстрее, а это 12 часов дня, я забыл сказать, разливай быстрее, а то уже темнеет. Я не могу не рассказать по ассоциации, не анекдот, хотя мы договорились сегодня о дне анекдоты, но это случай из жизни, иллюстрирующий эту ассоциацию. Это была на работе вторая смена, остались программист я, и обязательно должен быть электронщик, чтобы один человек не работал на большой вычисленной машине, занимавшей вот эту комнату. А дежурный по институту был еще один электронщик с нашего же отдела, и вот он пришел к нам покушать бутербродики. Третьим пришел. Ну, что делают люди на вычисленном центре в советское время? Выпивают. Что выпивают? Спирт. Есть контакты. Да, да, там постоянно бутылочка со спиртом, именно она уже стоит. И вот идет один из этих двух, приносит, разливает. И когда мы уже взяли чашки для чая с этим спиртом, разведенным водой, он говорит, я только не уверен, это технически, то есть, метиловый или этиловый. Ну, кто не понимает, я объясню. Один, ты можешь выпить и ослепнуть, поскольку уже темнело, Ну, мы как держали, уже чокнулись. Ты шутишь? Он говорит, нет, я не шучу. И мы понимаем, что он не шутит. Ну, три идиота, да, ну, вылейте, ну, пойди проверь хотя бы. Мы поколебались, поколебались и выпили. Причем этот гад, который принес, не выпил и смотрит на нас. Мы его чуть не прибили. Но, как вы видите, я вас вижу, вы меня, да, вылите мне, это хороший эрегат. Я помню, десятка-полтора лет назад пришел в одно медицинское учреждение российского значения, состоящее из многих этажей и прочее, пока я поднимался к руководителю, то заметил необычную картину. Все люди в белых халатах с большой скоростью носились вверх, вниз и вдоль по коридорам. При этом они не возили никаких каталог, не носили никакого инструмента. Но почему-то все бежали в разные стороны. Я пришел к нему, и он грустно сидел за столом. Я ему говорю, скажите, что у вас происходит с персоналом? Что они делают? Он мне так грустно говорит, проводят детоксикацию. Такие, да? Проводят детоксикацию, привезли технический спирт, а они это проигнорировали. Мне вспомнилась строчка из Тихонова «Простые советские люди повсюду творят чудеса». Ну что ж, можем вернуться по ассоциации к докторам, к медицине. Классическая робота такая. Но вообще-то, с чего мы начали? Огурец. Нет, с огурца. Мы начали с морковки. А, с морковки. Все вокруг, да. Кстати, да, от морковки как-то к огурцу. Но все крутится, вот тема заданная и все вокруг этого. Так что вы хотели сейчас сказать? Вот по поводу врача, да, возник анекдот, когда санитару говорит, лежащий на каталке, больной, санитар, санитар, куда вы меня везете? Он говорит, в морковь. Ну как же в морковь, я же живой. Врач сказал, в морковь, значит в морковь. Ну правильно. И в связи с этим, по ассоциации, я вспомнил вот про людоеда, который ночью начинает во сне кричать свободу Луису Карвалану, свободу Луису... Так, кто не помнит, это был такой выдающийся международный коммунист, секретарь генеральной ЦК Компартии Чили. И вот людоед кричит во сне, ночью, свободу Луису Карвалану. Карвалану, да. Жена его толкает в бок. Он так просыпается, она говорит, я тебе говорила, не ешь на ночь коммуниста. Да. Это у меня тоже по ассоциации такое же точно. И все вокруг пищи. Значит, но тут совсем о другом. Идет по Тверской улице, идет демонстрация трудящейся, и они все сканируют Молотова, Молотова, Молотова. К ним подходит гражданин в такой, в партикулярной одежде, и спокойно остановившись и к руководителю обращается, говорит, товарищи, что вы собственно такое делаете? Я вообще ничего не понимаю. Вы здесь кричите Молотова, Молотова, но Молотов умер, уже прошло пять лет. Демонстрация остановилась. Некоторое время подумала, свернула в Камергерский переулок и стали кричать «В зернах! В зернах!» Сейчас это трудно понять. Да, да. Пожалуйста, какого хотите, и Молотова, и в зернах. Да. И растворимого. И растворимого. По поводу прозвучавшего слова фантастического, тут же такая искорка опускается на женском пляже, летающая тарелка. Распахивается дверца, но никто не выходит. И одна из женщин посмелее, полюбопытнее заходит. Через какое-то время очень довольная выходит, заходит следующее, через какое-то время очень довольная выходит, и вот уже стоит очередь, и женщина заходит, и через какое-то время очень довольная выходит. И очередная спрашивает того, кто в этой тарелке находится. скажите, а у вас там все такие выносливые? И он ей отвечает, у нас все такие выносливые, но летающая тарелка есть только у меня и у Гиви. Вот. И по поводу Гиви мы уже обсуждали, что вот о чем бабка говорит, о чем в пионерах пела, все время тянет на советскую власть. Почему-то. По ассоциации, наверное. Да. Грузины, где были более свободные порядки и больше процветал теневой бизнес, или, по крайней мере, там это было более открыто, это было типа, что-то типа новых русских сейчас. Вот. И вот анекдот по ассоциации с Гиви такой. Приходит грузин к зубному врачу в те времена и говорит, надо делать зуб. Говорит, из чего? Золотой? Обижаешь. Платиновый? Обижаешь. А из чего? Из джинса. Да, джинса. Многие анекдоты абсолютно непонятно становятся со временем. Вот опять по непонятной ассоциации, видимо, по ассоциации с горами. Мне вспомнился анекдот из армянского радио, коротенький очень, если позволить, я вам его... С удовольствием. Я думаю, он зрителям будет совершенно непонятен, но если кто-то письма напишет, мы ему объясним по ассоциации, или вы объясните, вы хорошо очень объясняете анекдот. Не нуждаются в объяснении. Армянская радио спрашивает, будет ли в Армении коммунизм. Армянская радио отвечает, что в Армении коммунизм он и будет, потому что Никита Сергеевич Хрущев сказал, что коммунизм не загорали. Вот вы смеетесь, а что тут смешного, собственно говоря? Ну, они же не знают, что была фраза, что в такому-то году коммунизм конкретно будет... А вот не просто ассоциация, а ассоциация и про Хрущева, и про Армянская радио. Очень интересно. Спрашивает Армянская радио, что бы было бы, если бы Никиту Сергеевича Хрущева выбрали президентом Соединенных Штатов Америки. И Армянская радио отвечает, никогда, никогда, никогда бы Анасис не женился бы на Нине Петрову. Ну, не факт, конечно, но возможно. Ну, да, да. И он бы оттуда показал нам Кузькину мать. Да. И не только нам. Да, не только нам. Как-то мы леди не трогаем. А вот... Что мы не трогаем? Леди. Леди, да. Леди, да. Ладно. Ковбои, потом леди. Ковбои тоже у нас звучали. Ковбои были. Сидят ковбои в баре. Про карлика Билла я не рассказывал? Нет, еще не. Нет, не рассказывал. Сидят ковбои в баре. В баре пьют. И вдруг распахивается дверь от удара ноги. Входит маленький карлик и начинает ко всем задираться. То в штакан с виски плюнет, то бычок об кого-то потушит. Ну, хулиганит. Бьет, ругается, сквернословит. И все ковбои так притихли и перепугались, и боятся пошевелиться. А молодой ковбой, который в первый раз в этом баре ничего не может понять, какой-то карлик что-то такое творит и говорит соседу по столу. Слушай, почему все терпели? Тихо, это карлик Билл. Он такой сильный. В это время карлик Билл подходит к их столу и пытается что-то им сделать. Этот ковбой, который в первый раз в этом баре, хватает этого карлика и выбрасывает в окно. Ты что, это карлик Билл, он такой сильный. Да, но он такой легкий. Да, это просто какой-то очень глубокомысленный анекдот на уровне древней китайской философии. Просто каан. Да, каан, да, действительно. И руководство к действию. В связи с китайской мудростью, двое японцев, муж и жена, готовятся к поездке в Россию. Тогда это был Советский Союз. Кто еще, кто уже не помнит, да? И решили раз в неделю говорить только по-русски. И вот, весь день они говорили по-русски в очередную неделю. Вечером легли в постель, и муж, начиная, значит, жене своей, значит, как это говорится, тулиться так, и говорит, у Замозина она ему, еще нельзя. Он опять, у Замозина, еще нельзя. Ну и так, пять минут, десять минут, и он перестал к ней приставать. И тут она начала к нему, и говорит, уже можно. Он говорит, уже поздно. У русских, говорит она, есть очень холосый пословец. Луцепозать всем никогда, на что он ей отвечает на чистом русском языке. У русских есть еще луцепословица, кой залезный, пока галятий. Да, действительно. Кстати, о японском. Совершенно точно дублирует другой анекдот, когда начальник, когда у него неофициальные отношения возникали секретарши, для того, чтобы клиенту было ничего непонятно, и сотрудникам, у них была такая условная система, что он набирал ее по селектору и говорил, Машенька, может быть, попечатаем? Она говорила, ну, конечно, Николай Николаевич, попечатаем. Ну, они попечатают, и так вот продолжалось у них все время, и вдруг она заболела. Вот она болеет неделю, вторую, он ей звонит, и говорит, Маша, приходите, попечатаем. Она говорит, нет, Николай Николаевич, я еще не могу, я больна. И вот так повторяется, раз, два, три, и потом вдруг он ей не звонит, она все болеет. И она сама ему звонит и говорит, ну, Николай Николаевич, ну, теперь уже можно, может быть, попечатаем? Он говорит, нет, спасибо, Маша, я уже вручную переписал. Вот суть юмора, да? Вроде бы, да? Это и есть ассоциативное мышление. Как ты сказал, я горько, вспомнив по ассоциации такой анекдот. Приходит мужчина к врачу и говорит, доктор, вы знаете, у меня в последнее время с женщинами не очень получается. Говорит, ну, бывает, раздевайтесь. Он разделся, он смотрел, смотрел, он говорит, да, говорит. Ну, вы, конечно, женаты. Да, говорит, ну, конечно, женаты. Ну, судя по всему, у вас еще и любовница есть. Говорит, ну, конечно, есть. Ну, так, судя по всему, не одна. Да, говорит, не одна, четыре. Но вы знаете, судя по всему, похоже, что вы и с мужчинами не против. Ну, что, говорит, не против. Ну так это от этого. Ох, доктор, как вы меня успокоили. Я думал, это от анонизма. Или ты, Лёхий. Успокоился. Лёгкий анекдот на ту же тему. Приходит мужчина к врачу и говорит, доктор, у меня рези при мочи и спускании. Он говорит, раздевайтесь. Он разделся, он смотрел, смотрел. Слушайте, да он же у вас узел задал. О, я опять забыл задать членский взнос. Да, это ещё у Беранжи в переводе «Курочки» была такая стихотворение, которая заканчивалась так. Это король, значит, потерявший память. И вот, значит, в конце этого стихотворения у нас лицает, где моя жена Аннет, пусть спешит без проволочек. Вот на этот, на предмет завязал я узел. К поводу королей. Английская королева. Во время войны посещает госпиталь, где лежат французские лётчики, сбитые над Ла-Маншем. И её водят по палатам и говорят, в этой палате, значит, приводят в госпиталь и в палату, где лежат французские лётчики, сбитые над Ла-Маншем. И говорят, кто тут ранен в голову, этот в руку, этот в ногу, а этот ранен член. И английская королева говорит, ну, кость цела. И вся палата хора, мне сговариваясь, орёт. Да здравствует английский король. Вот этот анекдот. Я рисковал рассказывать дамам. И каково же было моё удивление, когда несколько раз меня спросили, а что тут смешного? А когда я объяснял, мне говорили, а что там нет кости? Ну, вы знаете, это напоминает мне из «Свядача», секс-фатолога, из его сочинения, где он описывает клинический случай, когда к ним обратилась мадам, самоврач-гинеколог, замужем за врачом, который другой профессии, но тоже врач. И вот они вот как поженились, и ещё ничего у них не получается. И вот он, значит, стал их расспрашивать, осматривать, и убедился, что они вполне здоровы, с ними всё в порядке, значит, у них нет никаких нарушений в этом плане. И тогда он им предложил провести клинический эксперимент. Поскольку он никак не мог понять, почему у них это не получается. И во время клинического эксперимента всё произошло просто идеально, и тут она и закричала, «О, как это просто!» И следующий её спрашивается, «Позвольте, вы же врач-гинеколог, вы неоднократно, значит, и прочее». Она говорит, «О, когда у других, это я понимаю, когда у меня я совершенно не могла разобраться». Ну, это почти что нет пророка в своём отечестве. Ну, вот-вот, да. В этом отечестве, да? По поводу натурного эксперимента приходит девушка к врачу и говорит, «Доктор, меня всё бесит, я не могу, ну вот всё бесит». Говорит, «А читать не пробовали?» «Да что читать, всего 32 буквы?» «Ну, бесит». «А музыку?» «А что музыка?» «Говорит, семь нот, ну не могу, ну всё бесит». «А секс не пробовали?» «А что это?» «Какой не нашли такой секс?» «Не знаю». «Я вам сейчас покажу». Начал показывать. И она говорит, «Доктор, или туда, или сюда». «Ну, бесит». Да, таких очень много. Анекдоты. Это так называемые анекдоты с застреванием. Девушка застряла. Да. Самый первый, услышанный мною где-то в классе четвёртым был такой. Опять же, грузины были не только прообразом новых русских, но тема гомосексуализма была очень такой, редкой, и это было чего-то такое, тем более, статья за это была. И анекдот был такой, когда молодые люди… Да. Что в анекдотах было редко? Ну что? Нет, не в анекдотах, в жизни. Вы так считаете? Статья была. Ну, статья была, да. То есть, не было редко, да? Ну, не знаю. Ну, теоретически столько же, поскольку процента не изменился. Ну да, конечно. Она не может измениться. Знаете, это касается также алкоголиков. Вот единственный способ избавить человека от алкоголизма, это каким-то образом направить его в общество анонимных алкоголиков. Там они от этого дела избавляются. Ну, рассказывая друг другу о том, как вот все правильно и неправильно. Потому что все обладают соответствующим опытом и все очень хорошо знают. Вот американцы, они очень дотошные, они провели такие исследования статистические, и оказалось, что там, где активно работает общество анонимных алкоголиков, число алкоголиков уменьшается, реально уменьшается. И доходит до определенного предела в популяции, которая живет в этом населенном пункте. Но как только она превышает этот предел, они из общества снова выходят и становятся опять алкоголиками. Для того, чтобы никаким образом не превышать в этом слое минимум. То есть, есть некие природные регуляторы, да, получается? Да, есть некие природные регуляторы. Ну, я закончу с вашего разрешения, значит, анекдот. Молодая супружеская, то есть, не молодая супружеская, а молодая пара, опять же, господи, тогда были будки, люди, были телефонные будки. Да. Сейчас у всех мобильники. Да, про будки уже никто не слышал. Хотя будки ставят, но совсем другие. Другие, да. А это была будка, которая закрывалась. И открывалась. И открывалась. И там не, ну... Висел телефон. Висел телефон, и можно было заниматься сексом. Ну, почему? Ну, там можно было много делать, конечно. Например, набивалось по... Было такое соревнование. Соревнование было. Вот. И вот они... Что возникло? Возник спазм определенных мышц, и они не могли разъединиться, соединившись. И позвонили, естественно, в скорую помощь. И им отвечают, да вы что, он нас только выдавал, идите сами. Да как же мы пойдем, мы же соединились, и не можем... Еще в будке. Говорят, говорят, ну как, вальсируйте. Да ну как вальсируйте, неудобно. Да что неудобно? Вчера, говорят они, 13 грузин по всему городу летку-енку танцевали. Да. Почему-то это связано с Востоком, хотя это было известно еще и в древнее время. Совершенно не восточная страна. А вот мне пришло в голову, когда вы рассказывали, что анекдоты в действительности не только выражают любовь, но они являются психотерапевтическим средством. Да, очень мощно. И даже вот Пизешкян, такой знаменитый психотерапевт, он придумал, как излечивать людей от всяких дискомфортов, исцелять, при помощи иранских притч. Он сам иранец, который практиковал в Париже. И вот у него очень много остроумнейших вещей, которые он рассказывает людям. Но вот одну из вещей я позволю вам воспроизвести и для наших уважаемых телезрителей. Дело в том, что рассказывается она очень просто. Человек пришел на базар, чтобы купить осла. Ну и наконец нашел осла очень дорогого, и хозяин прежде не сказал ему, что видите ли, вот этот вот осел, он очень любит вежливое обращение. И его нужно только вот лаской и вежливо и очень предупредительно к нему обращаться. Новый хозяин заплатил деньги, забрал осла, на следующий день приходит в хлев и начинает обращаться уважаемый, милый, хороший осел, пожалуйста, иди работай. Осел тупо на него сможет, никуда не идет. Он его и так и целует, и гладит, чекотит его по-всякому и пытается к нему обращаться при помощи высокопарных фраз. Но осел тупо стоит, на него смотрит и никуда не идет. Тогда разгневанный новый хозяин звонит прежнему и говорит, что вы мне продали из-за осла такого? Сказали добрым словом его и прочее, я тут уже чувствую себя полным идиотом, с добрым словом, он не работает. Старый хозяин говорит, подожди, сейчас приеду, разберемся. приезжает, где у вас осел? Он говорит, ну вот в хлеву стоит, заходит старый хозяин в хлев, берет здоровенную дубину и с размаху бьет осла по башке. Осел падает на колени, глаза у него в кучку, уши у него падают вниз, после этого старый хозяин отбросив эту дубину, говорит ослу, а теперь уважаемый осел, я тебя очень прошу, иди работай. Осел встает и идет послушно работать. Новый хозяин говорит, слушайте, что вы мне не сказали, что нужно сначала до смерти забить, а только после этого он у вас работает. А старый говорит, извини, извини, совсем забыл сказать, что его прежде всего нужно сосредоточить. Это очень будрая. Так, конечно, будрая. Это мне напомнил рассказ Хармса. Лев Толстой написал стихи и тетрадочку подсунул Софье Андреевне. А потом как-то тогда в ракомство спросил, ну как Софью, и не подписался, и спросил, ну что Софьюшка скажешь? И она ему, если не сказала, что ты мне, Левушка, за гадость подсунул? Лев Толстой сильно поколотил ее палкой и с тех пор всегда полагался на ее художественные вкусы. Да, да. Наше время подходит к концу, я вам предлагаю рассказать по цепочке ассоциаций подряд три анекдоты. Рассказываю. Старшина построил солдат и говорит одному из них, вот ты в очках ты литфакт закончил, расскажи какой-нибудь вот такой литературный анекдот. Говорит, ну пожалуйста. Гуляет Пушкин с Анной Керн по парку, отошел в сторону и говорит, каламбур, стою вам хуя по колено. Тут ха-ха-ха. И побежал, прибегает, товарищ майор, мне сейчас один в очках такой анекдот рассказал, завел Достоевский бабу в лес и начал ее сжарить. Тот ха-ха-ха побежал, товарищ полковник, такой анекдот рассказал, новобранец в очках, сидит Лермонтов на суку и всех посылает. Это первый. Тут даже невозможно представить себе, что вызовет ассоциацию. лес. 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 Или что посылает. Густой, темный. Лес. Сидит соловей-разбодник на суку, едет Илья Муромец, подъезжает, говорит, ну как дела, соловеюшка, как жизнь? Тут так зло. То есть хочет сказать и молчит. Ну как хочешь, не общайся. И поехал. Он проехал. Соловей-разбодник смотрит, злобный муж говорит, ну конечно, как столь ныградки водку пить, так соловеюшка, как дела? А как назад? Та не так сидишь, та не так свистишь. Да, да. И третий анекдот про птиц. Всплыла курица. Потому что он на ветке сидел. А, кстати, где птицы? Соловей. Соловей, да, дошло, да. Как-то все-таки соловей-разбодник не птица. А ведь он же разбойник, именно соловей, да? А как-то вот я задумался, в мыслях, он какой-то такой большой. А соловей же он не такой большой. Да, интересно. Это может быть темой как она в жизни, да, и как она это. Да, так вот. Про курицу. Но я его рассказывал. Ничего? Да ничего. Я думаю, ничего. Не все же смотрели первую. Тем более, что все думают, что они их забыли. Цепь ассоциации, к которому приводят все равно. Оказывается, процент тех, кто помнит, очень маленький. И я это называю передом полураспада. Вот я рассказываю анекдот и рассказываю его же через какое-то время. И если человек уже его не помнит, это у меня называется перед полураспада анекдота. Итак, прибегает к раввину. Кристианин говорит, Рэба, Рэба, что мне делать? У меня лисица жрет кур. Ничего, я знаю, что сделать. Выкопай в центре курятника ямку, а вокруг курятника вырой канавку в форме шестиконечной звезды Магендовида. Тот побежал, все сделал. Прибегает через неделю. Говорит, Рэба, я все сделал. Но она продолжает жрать кур. Говорит, да. Ничего. Ты эту ямку закопай и вырой четыре ямки в углах курятника, а вокруг канавки в форме шестиугольной звезды пророй канавку в форме окружности. Тот убежал, прибегает через неделю. Рэба, я все сделал, но она их жрет, осталось совсем мало кур. Ничего, я знаю, что надо сделать. Значит так, все внутри закопай, а снаружи дополнительно к этим канавкам вырой четыре ямки по углам. Тот приходит через четыре дня, говорит, Рэба, она сожрала всех курятников. Какая жалость? А у меня еще столько нереализованных идей. Да, спасибо. На нереализованных идеях мы сегодня заканчиваем. нашу передачу «Анекдоты». Желаем всем веселой недели. До следующей встречи в среду в 16 часов в программе «Анекдоты». До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...